Искусственный интеллект, способный предсказывать мировые события, может радикально изменить геополитику. Издание Scientific American опубликовало статью индийского футуролога Абишура Пракаша о том, как новые технологии, подобные искусственному интеллекту и робототехнике, преобразуют геополитику. В прошлом году Китай объявил о разработке новой системы искусственного интеллекта для внешнеполитических целей. Она называется «Платформой моделирования и прогнозирования геополитической среды». Работает, обрабатывая огромные объемы данных и затем предлагает китайским дипломатам рекомендации по внешней политике. Констатирует автор и утверждает, Китай вот уже несколько лет использует аналогичную систему искусственного интеллекта для оценки почти всех иностранных инвестиционных проектов. Наряду с Китаем США также развивают свой потенциал прогнозирования. Возможности этой страны продвинулись настолько, что, согласно ЦРУ, в некоторых случаях они могут прогнозировать социальное волнение и социальную нестабильность за 3-5 дней. Автор материала, напомню, футуролог Абишура Пракаша, вовсе гиперболизировал тему и заявил, «Когда страны начнут обращаться к алгоритмам прогнозирования событий, внешнюю политику ждут преобразования. Страны будут взаимодействовать друг с другом, зная, что каждый их шаг может быть предсказан за несколько дней, недель или месяцев. Такая трансформация изменит мир бизнеса и геополитики». Китайское издание Хуан Цюшебао пишет о туристическом буме в России с акцентом на то, что китайские туристы буквально заполонили Москву и Санкт-Петербург. «Сейчас стало очень сложно достать билет в Екатеринский дворец. Надо встать в очередь в 10 утра и только к 14.00 попадешь внутрь», – расстроенно сказал китайский турист, вернувшийся из самостоятельного путешествия в Россию. По информации опубликованной Туристической ассоциации «Мир без границ», предполагается, за этот год китайские туристы потратят в России свыше 72 миллиардов рублей, что эквивалентно более чем 1 миллиарду долларов. По сравнению с прошлым годом число китайских туристов увеличилось на 43%. Кто бы мог подумать, что туризм в России переживает такой бум, удивляется автор статьи, китайский журналист Басы. И констатирует, во всех главных достопримечательностях появляются сложности с покупкой билетов, так как за ними приходится стоять в длинных очередях. Китайские туристы отмечают, сами по себе российские достопримечательности им нравятся, но сервис оставляет желать лучшего. Мало табличек на английском языке, кровати в гостиницах узкие. Британский журнал Nature сообщает об уникальных раскопках в Африке. Древний череп, обнаруженный в Эфиопии, позволяет предположить, эволюционное древо предков человека сложнее, чем думали ранее. Находкам череп мужчины, которому 3,8 миллиона лет, сокращают разрыв между самым ранним известным предком человеком и австралопитеком Люси. Ископаемые черепа гомининов – исключительно редкие сокровища. Я считаю, это образец, который мы очень долго ждали. Образец исключительно хорошо сохранился. Нам действительно повезло с этой находкой. Исследователи, обнаружившие череп, говорят, он принадлежит к виду под названием анамский австралопитек. И теперь они смогут впервые посмотреть в лицо этому гоминину. Предполагалось, этот вид предшествует виду Люси, афарского австралопитека. Но особенности последней находки, по словам исследователей, говорят о том, что анамский австралопитек делил доисторический эфиопский ландшафт с видом, которому принадлежала Люси на протяжении, по крайней мере, 100 тысяч лет. Это указывает на то, что раннее эволюционное дерево гомининов было сложнее, чем думали ученые. Страшно и мерзко, кого мы боимся больше всего. Датское издание Виденскап опубликовало исследования, проведенные учеными Карлова университета в Праге. Более чем двум тысячам участников предлагали оценить фотографии 24 различных животных, многие из которых бывают объектом фобии. Их оценивали по критериям страха и отвращения. От кошек и собак до лягушек, ос и змей. Ученые составили график, чтобы наглядно показать, насколько опрошенные боятся тех или иных существ и насколько они им кажутся отвратительными. Как мы видим, фобии, связанные с разными видами животных, проявляются в виде различных типов психологических реакций. Либо в виде страха, например, перед хищниками, либо в виде отвращения, например, к паразитам и другим переносчикам заболеваний. Рассказал исследователь Якуб Полок. В итоге в конкурсе страшилок победили пауки. Паук набрал рекордное количество баллов и по страху, и по отвращению. Далее по убыванию – змеи, тараканы, вши, муравьи, осы, круглые черви и другие мерзкие насекомые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова